Всем привет! Меня зовут Василий Емельяненко. Сегодня мясо, потому что без мяса не может прожить половина нашего человечества. Вторая половина, конечно, может, но, как у меня написано майки, eat meat, ешь мясо, butcherclub, моя любимая майка, потому что мясо это то, что я очень люблю. Тем более, если у нас мраморка. Итак, смотрите, у меня попался... Не попался, он продается в магазине. Огромный кусок, вот такой вот, он называется blade. Это отруб, отруб, некоторые повара спорят, отруб, отруб. Это часть говяжьей лопатки. Это очень мраморный кусок мяса, очень вкусный, с ярким, насыщенным. На мой взгляд, я его ассоциирую со вкусом молока. Я говорю, blade всегда насыщен молочным вкусом. Чем отличается, как определить, blade или не blade? Мы сразу для простоты, я разрежу его поперек. Что мы видим? Мы видим вот такую вот жилку, которая разрезает кусок, как бритва на две части. То есть, если мы... Я сейчас положу вот этот кусок так. Если мы режем эту часть поперек, вот таким образом, то мы получаем стейк, который называется blade или top blade. Его в разных ресторанах называют по-разному, но суть остается сутью. Это стейк. Раньше стоил довольно дешево, сейчас, когда появилась потребность в альтернативных стейках, он стал стоить гораздо дороже. Тем не менее, он все равно дешевле, чем ребай, а по своей структуре, текстуре, по количеству жира примерно такой же. Поэтому, если вы хотите хороший мраморный стейк, то берите blade, не пожалеете и получите максимум удовольствия. Тем более, что его можно не только жарить, его можно... Из него можно делать гуляш, его можно запекать, варить, тушить, что угодно. Это один из самых универсальных кусков. Как только мы берем этот кусок и срезаем... Разрезаем его вдоль, так, чтобы нам не затронуть... Ну, то есть, удалить жилку. То есть, мы режем, чтобы жилка у нас осталась, а мы использовали только чистое мясо. Во время жарки жилка размягчается. Но, вы знаете, многие не любят вообще, чтобы им попадалась жилка. Поэтому, очень переживают и говорят, а можно нам чистое филе? Смотрите, видите, жилка у нас осталась вот здесь. А мы срезали только мягкую часть. В общем, к чему я все это вел? Вот такой стейк у нас называется Flat Iron, а вот эти у нас называется Top Blade. Мы имеем два вида стейка. Top Blade и Flat Iron. Flat Iron мы вырезали жилку, ту самую, которую мы имеем вот здесь вот, в этом стейке. Соответственно, здесь у нас поперечный разрез, здесь у нас продольный разрез. Но я даже в какой-то момент времени считаю, что продольный разрез удобнее, потому что, когда мы пожарили, то ножом ты режешь поперек, а здесь, получается, ты ножом режешь вдоль волокон. Поэтому здесь такая двоякая история среди поваров и кулинаров. Одни говорят, лучше мясо резать поперек, а я считаю, что лучше мясо резать вдоль, потому что, когда ты его обжариваешь, то уже перед тем, как отправить фрукт, ты его режешь поперек. Мясо высокой мраморности, поэтому для него рекомендованная степень прожарки medium well. Обжариваем стейки, как и все остальные. Хорошенечко раскалили сковороду. Отправляем стейки. Мраморной стороной сразу вниз. Мраморной стороной вниз. Прижариваем их с одной стороны, сильно-сильно колеруем. Не солим, не перчим пока что. Жирок выделяется, сковорода должна быть максимально раскалена. Смотрим. Колер появился. Да, чуть-чуть еще. Прямо сколько мы их держим? Примерно, наверное, секунд по 30-40. Не надо их там 4 с одной стороны минуты, 4 с другой. Все это ерунда. Как только появился колер, сразу переворачиваем. Стейки не толстые, тоненькие. Поэтому с ними сильно баловаться нельзя. Так, теперь сразу же перекладываем их куда-то на пергамент правильно и отправляем в духовочку. Но не сразу. Перед тем, как отправить в духовку, значит, мы их обильно сдабриваем перчиком. У меня здесь 4 перца, смесь и соль. Можешь добавить травки какие-то, но это на вкус. Теперь в духовку на 5 минут 180 градусов. Мы это сделали, потому что стейк тоненький, 5 минут будет достаточно. Мясу даем немного отдохнуть. Пока мясо отдыхает, мы делаем подушечку для него, потому что будем подавать не просто нарезанный стейк, а вместе с ароматными травами. У меня остался кусочек салата. Кусочек салата латук. Просто рвем на тарелку. Пусть это у нас будет стейк-салат. Ну, то есть история была не столько про салат, сколько про сам стейк, но подать тоже его нужно вкусно. Берем топ-блейд. Он уже почти остыл. Видите, жилка у нас идет через весь кусок. Режем поперек. Режем поперек. Прожарка шикарная получилась. Медиум вэл. Мясо остается розовым. Но это особенность этого стейка, что даже при вэлдане мясо остается розовым. Так как оно насыщено жирами, то, возможно, человек, который любит вэлдан прожарку, вот когда ему приготовят этот стейк вэлдан, он скажет, блин, вот это то, что нужно. Вот это то, что нужно. И смотрите, когда вы режете стейк, будь то на разбив или еще что-нибудь, старайтесь резать его как можно тоньше. Тогда его будет удобно кушать. Иначе толстый кусок мяса, порой даже если вы отрезаете его от вырезки, его становится довольно сложно прожевать. Так, теперь берем вот так вот и выкладываем его на тарелку, на подушку, которую мы сделали. Смотрите, выглядит шикарно, просто великолепно. Теперь берем второй стейк. Мы же должны посмотреть, как у нас получилось с флэт айроном. То есть, соответственно, так как у нас болок найдут вдоль этого куска, то когда мы будем резать его поперек, видите, у нас шикарная мраморность. Мы видим даже мраморные прожилки внутри куска. Если мы будем вот так надавливать, видите, сок идет. Это мега сочный кусок мяса. Нарезаем его тонкими пластинками. Здесь уже нет никаких жилок. Здесь у нас только чистейшее, нежнейшее мясо. Дуся, что-то снится там. А, Дуся чует мясо. Дуся, что-то мчелось там. Так, вот эту шикарную филейно-мясную часть мы выкладываем сверху. Теперь мы должны сделать вот что. Берем табаско. Что я люблю поострее. Поливаем его на мяско. Звучит, как какой-то чудесный стих. Теперь мы берем ложку и поливаем стейк маслом. Оливковым, ароматным, экстра-верджин. И салат захватываем, не забываем. Дальше, финальный штрих. Что нам нужно? Нам нужен сок, который выделился, когда мясо жарилось и когда мясо у нас отдыхало. Вот этим соком, самым вкусным, мы поливаем салат и само мясо. Во-первых, мы не даем ему высохнуть. Во-вторых, это вообще, самое вкусное, что в этом есть, это сок. Это, наверное, пожалуй, самый вкусный рецепт, который был здесь. Я готов сейчас все бросить и пойти есть это мясо, потому что оно самое нежнейшее, вкусное, сочное, великолепное. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!